Я всех приветствую на своем канале. Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо вам за поддержку, за подписки, за лайки и за комментарии, а также то, что вы пишете запросы на те видео, которые для вас более интересны. Если вам понадобится индивидуальная консультация, по данным видео будет номер телефона, пишите на Viber, либо же на WhatsApp. Если также кого-то заинтересуют курсы Таро, пишите на Viber, на WhatsApp. Также есть ссылки на дополнительные мои каналы. Сегодня онлайн-рубрика на два варианта. Этот расклад называется «Ваше материальное благополучие». Вам необходимо будет определиться, единица или два. Ваш выбор варианта. Один-два. Итак, первый вариант. То, что в данный момент мешает вашему материальному благополучию. То, что в данный момент мешает вашему материальному благополучию. Состояние ваших основных доходов в данный момент. Наличие других источников доходов. Какие у вас есть возможности в этом направлении? Трудности, которые вам необходимо преодолеть ради улучшения финансового благополучия. Надежность основного источника финансов в будущем. Что нужно сделать, чтобы доходы увеличились? Здесь идет как рекомендация. И итоговая карта. Второй вариант. То, что в данный момент мешает вашему материальному благополучию. Состояние ваших основных доходов в данный момент. Наличие других источников доходов. Какие у вас есть возможности? Трудности, которые вам необходимо преодолеть ради улучшения финансового положения. Надежность основного источника финансов в будущем. Что нужно сделать, чтобы доходы улучшить? И итоговая карта. Итак. Ну что же я могу сказать? То, что в данный момент мешает вашему материальному благополучию. Скорее всего у вас есть комплексы неверия в себя. Вы боитесь отправляться к другим берегам. Вам мешают, возможно, то, что у вас мало амбиций. Мало целей. Вы, возможно, чего-то опасаетесь. Но это карта победителя. А вам как раз таки мешает то, что, возможно, вы себя не видите в своих, можно так сказать, в своем воображении. Вы себя не видите супер успешным и богатым человеком. Не веря в себя, какое-то есть препятствие. Однозначно. И связано это, скорее всего, с конкуренцией. То ли у вас когда-то было поражение в чем-то, и у вас появились сомнения. Состояние ваших основных доходов в данный момент. Король Пентакли. Вы знаете, и не так-то все плохо. Но вам приходится проявлять заботу. Скорее всего, здесь может быть так, что вы берете на себя роль вот этого короля Пентакли. Вы можете вести дела, вы можете вести бизнес, но вам приходится еще так же брать на себя обязанности за других, возможно, за своих родных и близких. Наличие других материальных доходов. Ваши возможности. Возможности у вас есть, но нужно этот путь открыть для того, чтобы начать что-то новое. Нужно уметь рисковать, а вы боитесь. Возможности могут появиться, но вам нужно опять-таки отправиться к другим берегам. Трудности, которые вам необходимо преодолеть ради улучшения финансового положения. Вот здесь есть либо конкретный человек, король Жезлов. Это ваше основное препятствие. Либо вам через какого-то начальника что-то нужно решить. Но в любом случае трудность состоит в том, что, опять-таки, в вас не хватает вот этой огненной стихии. Яркости, самовыражения. Где-то какой-то даже хитрости, мудрости. Но артистизма. Вот это необходимо вам преодолеть. Необходима встреча с таким человеком. Необходимо попросить, возможно, помощь. Надежность. Основного источника финансов в будущем. Могу так сказать. Карта трансформации. Эта карта говорит о том, что в будущем это может быть и не за горами. Вас может ожидать увольнение, либо сокращение с работы. Нет, здесь ненадежно. Не забываем, что расклад общий, кстати. Поэтому может и срезонировать, а может и нет. Что сделать, чтобы доходы ваши увеличились? То есть вам необходимо быть конкурентноспособным человеком. Понимаете? То есть уметь за себя бороться. Потом то, что... Вот ещё что может быть? Вы знаете, могут быть какие-то интриги у вас на работе, о которых вы даже можете либо не знать, либо не замечать. Вот вам необходимо бороться за себя. Бороться и не сдаваться. Понимаете? Потому что вам необходимо пережить определённые трудности и даже плохие времена. И опять-таки нужно не состояние покоя, а как раз-таки состояние движения и борьбы. Здесь идёт конкурентная борьба. С вами кто-то вот вообще может конкурировать. Нужно продвигаться вам по службе. Несмотря на то, что есть сокращение в будущем, может быть, вы уже должны искать возможности, куда бы вам можно было бы отправиться. И вот этот даже проигрыш, который вам предстоит преодолеть, вы не должны его опасаться. Как я всегда говорю, за тучами обязательно будет рассвет. Потому что, ну, так устроен мир. Сегодня вы проиграли, а завтра вы будете победителем. Это однозначно. Итак, итоговая карта. Итоговая карта Туз Кубков. О чём это говорит? Это как раз-таки начало нового дела. Это шанс найти своё место. Это хорошие перспективы. Возможно, вы даже, кстати, можете заняться каким-то своим бизнесом. Это также вам придёт помощь. Однозначно. Свыше, либо же от ваших знакомых. Но вы не останетесь без работы. Это однозначно. Неожиданный дар. Простите. Это вот неожиданный дар свыше. И вы будете в состоянии счастья находиться. И у вас исполнится ваше желание. Так что, если вдруг вас сократят, вы ничего не должны бояться. Но, как говорят, предупреждён, вооружён. Итак, у нас вариант номер два. То, что в данный момент мешает. Возможно, у вас есть кредиты, есть долги. Потому что здесь идёт карта ограничения. Вы связаны по рукам и ногам. Возможно, есть какие-то страхи, блоки. Нет продвижения. Не хватает либо образования, либо, вы знаете, вы постоянно бьётесь, как в закрытую дверь. Скорее всего, здесь могут быть какие-то долги, задолженности. Состояние ваших основных доходов в данный момент. Вот как будто что-то идут какие-то процессы, связанные. Может быть, это проверки идут. Может быть, это связано с какими-то банками, с задолженностями, с кредиторами. Но вот по второму варианту так выпадает. В данный момент что-то связано с какими-то бумагами, документациями, подписанием договоров. Но здесь, в общем, не так всё хорошо. Наличие других источников доходов. Да, вы можете, кстати, и у вас есть шанс заниматься тем, чтобы улучшить своё материальное положение. У вас есть этот шанс. Одно дело, вы можете ли этим воспользоваться или нет. Вы можете также работать на себя. Трудности, которые вам необходимо преодолеть ради улучшения финансового положения. Вы знаете здесь, в чём трудности? Вы любите жить на широкую ногу, непосредство вам. Возможно, вы привыкли так жить, не считая деньги. А сейчас вам вот эти трудности приходится преодолевать. Здесь могли быть излишние застолья, праздники, веселья. Сейчас этого нет. Нет праздника. Надёжность основного источника финансов в будущем. Ну, могу так сказать. Если вы будете конкурентоспособным человеком, то вы сможете победить в этой борьбе. Нужно о себе заявлять. Нужно себя предлагать. Потому что могут быть, опять-таки, увольнения, сокращения. В общем, могут возникнуть проблемы. Как на работе, так и с финансами. Что нужно сделать, чтобы доходы увеличить? Вам нужно проявить силу воли. Расширить свой потенциал. Заняться собой. Вот здесь идёт, знаете, мощная очень энергия. Опять-таки, карта сила – это мощь. Эта карта говорит, что вам на вашем пути не случайно встретилось вот это вот испытание в данный момент. Испытание на выносливость. Испытание на ваше благополучие, на ваш успех. Ну, вам нужно, во-первых, проявить силу духа. И позаботьтесь ещё о своём здоровье. Возможно, вам необходимо почистить ваши каналы, сделать чистку организма, медитацию провести. Открыть ритуалами ваши финансовые каналы, дороги. Итак, итоговая карта. Итоговая карта говорит, что вам сейчас, на данный момент, нужно экономить. Деньги любят счёт. Это как раз-таки относится именно к вам. Нужно посмотреть, как вы тратите деньги, что вы покупаете, что вы приобретаете. Понимаете, вы можете быть ещё упрямы. И когда вам даже кто-то говорит из близких, что вы можете быть расточительны, вас это раздражает. Вам необходимо пересчитать свои денюжки, отложить, например, ту же тысячу, да, или пять тысяч. И эти деньги не трогать. А наоборот, к этим денюжкам потихонечку-потихонечку добавлять. Что вам ещё мешает? Ваше, возможно, упрямство. Возможно, вам приходится также тратить деньги, чтобы закрыть какие-то проблемы, какие-то дыры, которые когда-то были у вас. Вот такое чувство, что через деньги вам пришло зло. То есть крадник был у вас. Тот человек, который это сделал, он мог быть очень жадным. И вы оказались в такой ситуации, вы стали заложником вот этого финансового благополучия. из-за того, что кто-то через деньги вам что-то сделал. Вам, возможно, могли когда-то позавидовать. А сейчас у вас период испытания. Если вам понравился мой расклад, оставляйте, пожалуйста, комментарии. Я желаю вам мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих детей. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Сみ activist».